Ребята, а вы видели, что спиннеры светящиеся оказывается? Ничего себе, почему я раньше этого не замечала? Ну ладно. Интересно, все остальные тоже светящиеся? Я знаю точно, что поняшка светящаяся. Не, остальные вроде не светятся. Как это поняшка светящаяся? А я проверяла. Вот так вот ее берешь, роняешь, на попку нажимаешь. Чего себе, Юми, какая ты умная. Да, Юмичу, сообразительный ход. Она действительно светится, ребята. Прикольно, у нас есть светящаяся поняшка. Не она светится, а крылья. А, точно, у нее крылышки светятся. Да, даем мне обратно. Только не сгрызи ее и не съешь. Да, конечно, не съем. Поняшка. Я тебе сказали, не сгрызи и не съешь. Ну вот, остальные спиннеры не светятся. Аня, почему у нас до сих пор нет заставки? Какой заставки? Ну, знаешь, как это, Сливки Шоу себе давно такую штуку сделал. Такая картонная нот. И, в противопрочем, Валерка тоже себе такую сделал. Какой еще, Валерка? Медведь журейный. Ань, ты что? А, понятно. Вы про картонную нот. Поняшку не ешь? Ну да, про нот. Так я уже давно ее по просьбе Эвина делаю. Сделала? Уже сделала? Ну, почти, вот. Мэджик Пэтс. Я просто еще ее не доделала. И надо ее докрасить. Значит, у нас будет своя надпись. Теперь можно подписываться. Точно. Красная кнопочка, чик, и подписался. И колокольчик нажал. Аня, а вот это что такое? Это игрушки антистресс. Для двуногих, для людей. Их нельзя грызть. Вдруг зубами откроете их и отравитесь. А там что, яд что ли внутри? Ну, не яд, Юми, нет. То есть, значит, есть можно. Да, дай попробовать. Нет, есть их нельзя, ребята. Они нужны людям, чтобы снимать стресс. Вот, например, вот эта жаба. Ты ее вот так вот нажимаешь, и она такие звуки издает. Да, какой-то пузырь из нее вылазит. Да. А эти зачем? А это вот такой вот мягкий антистресс. А давайте их разберем. Юми, зачем ты вытащила нитку? Правда, так интересно? Тебе нравится, Миша? Да, я тоже хочу их разобрать. Посмотреть, что у них внутри. У тебя же их много. А нам интересно, что внутри. Думаете, надо их разрезать? Ну да, и узнаем что-то. Кстати, смотри, тут такое как бы колечко. И можно эту лягушку растягивать. Давай их разрежем. Смотрите, какая же эта жаба смешная. Там что-то внутри есть. Да, там червяки, Юмичу. Фу, да, правда червяки. Они живые, их можно есть? Нет, но они не живые. Жалко, я бы съела. Смотрите, как эта лягушка смешно тянется. Какие у нее лапки длинные становятся. Ну давай уже, Ань, их разберем. Посмотрим, что у них там внутри. Да, Ань, ну давай. У тебя этих антистрессов много и будут еще. А мы так никогда и не узнаем, что там внутри. Там надувается вот такой вот пузырь, а в нем червяки. Ну хочется все это поближе расследить. Надавливаешь на один пузырь, а он в другом месте вылазит. Отпускаешь, и он обратно возвращается. Что такое, ребят? Я слышал какой-то звук. Эйвен, тебе показалось? Нет, я точно слышал что-то. Как будто мяукнул кто-то. Вот опять. Ну мы будем антистресс это разрезать. Вот опять был звук. Эйвен, тебе кажется? Нет, правда был звук? Да, да, был. Вам показалось, ребята. Давайте начинать. Только не с вот этой вот жабы. Хорошо, жабу не трогаем. А вот эту лягушку потом. Софиш, верни лягушку на место. Ну пожалуйста, Ань. Давай начнем вот с этого фиолетового мяча. Хорошо, только верни лягушку. На, я принесла тебе лягушку. Давай, Юмичу, спасибо. Ну давайте с этого мячика начнем, а? Только не грызите их, а то вы раньше времени все сами разрежете своими зубами. Так, давайте, ребята, поставим тазик на всякий случай. Да, тазик нужен нам для безопасности. Я пойду схожу за ножницами. Наши хомячки Рики и Лаки днем спят, а я где-то тут оставила ножницы. Вот они. Я точно слышу, что за этой дверью кто-то есть. Эти звуки оттуда. Что же за монстр поселился за этой дверью? Неужели у нас в доме чудовище? Так, ребят, я принесла ножницы. А где Эйвен? А, Эйвен. Эйвен ушел. Он ушел проверять жуки. Понятно. Ну что, будем дожидаться его? Да ну что его дожидаться, он еще неизвестно когда вернется. Да, давайте начинать. Да, давайте начинать без него, сам виноват. Все, Ань, поехали, давай. Ну, как скажете. Последний раз вас спрашиваю, вы уверены? Уверены, уверены, давай. Да, уверены. Ну что ж, я разрезаю антистресс. Так, и что это такое? Оттуда посыпался какой-то белый порошок, смотрите. Я, в принципе, так и знала. Уфти, что это такое? Это, наверное, что-то типа крахмала, да? Ну, да, наверное. Он прям сыпется оттуда? Вот такая вот штука. Вообще, это как будто обычный воздушный шарик. Набитый мукой. Ну да, что-то вроде того. Ну давай, давай, высыпай все. Я высыпаю. Она ничем не пахнет. Точно, крахмал. Да, получается, такой антистресс может сделать любой. Набить обычный воздушный шарик крахмалом, завязать его ниточками, и антистресс готов. Вот и все. Пойду помою руки. Да, правда, похоже на просто крахмал. И воздушный шарик. Ага. Ю, Мичу, что у тебя на морде? Ты где была? Давай сотру. Это этот ваш стресс, стрессомат. Антистресс. Антистресс этот ваш. Понятно, все с тобой. Лазила, небось, в тазик носом. Хорошо, что у меня осталось еще два. Их я резать не буду. А пусть подписчики предложат, что с ними сделать. Хорошая идея, Миш. Пусть напишут в комментариях. Так, что-то тут не так. Надо идти как разведчик, чтобы оно не услышало моих шагов. Может, это вообще какой-нибудь монстр, который может всех нас съесть. Надо идти быстрее, но тихонько. Ну, в общем, как вы поняли. О, Эйвен, смотри, ты все пропустил. Вот так выглядит антистресс изнутри. Эээ, понятно. Но, по-моему, у нас поселилось чудовище. Перестань всех пугать. Ладно, ладно, вот еще увидите. Знаете, что я подумала? Мне кажется, вот этот вот мячик можно вытащить изо рта этой лягушки. Точно. Смотрите, ребята. Его можно есть? Нет, Ю, Мичу, хватит все хотеть съесть. Он красивый. Да, Миша, ты права, там внутри блестки. Ага, давайте его все-таки разрежем. Но он же такой красивый, вам лишь бы все разрезать. Но надо же узнать, что там внутри. Откуда эти блестки? Ладно, что ради вас не сделаешь. Какие же вы любопытные. А где опять Эйвен? Эйвен пошел искать чудовища. Он верит, что у нас живет монстр. Не слушайте его. На вид это просто шарик. Наверное, это какой-то гель, а в нем блестки. Ну что, я разрезаю, вы уверены? Разрезай. Да, давай, Эй. Давай, мы уже ждем. Эй, чудовище, хочешь поговорить? Я Эйвен, а ты молчит. О, опять издало какой-то звук. Странно, это не похоже на звук собаки. Кто же спрятался за этой дверью? Это точно не Аня завела еще одного щенка. Там точно живет монстр. Я режу. Ой, простите, ребята. Вся жидкость брызнула на вас. Ну, не вся. Нет, не вся, но что там такое? Смотрите, я его выворачиваю, и он как резинка, и потом обратно возвращается в свою форму. У меня все руки в блестках. А у меня спина в блестках теперь. И, и, и морда теперь у меня блестит. И у меня тоже теперь вечерний макияж. Да, Миш, ты отлично этому название придумала. Этот антистресс сейчас похож на пленку. Я вижу тебя, Миш, и Юми сквозь него, и Софи. Здесь вот такая вот какая-то пупырышка. И если его отпусти, он опять становится в свою форму, как мячик. Прикольно? Да, это интересно. А что из него вывелось? Какая-то типа вода, да? Да, это как бы немного геля с блестками. А больше всех пострадал пол сегодня. Он весь в блестках и этой муке. Теперь я точно уверен, что у нас живет монстр. Папа, не нервничай ты. Че ты такой нервный? Давай я тебе уши помою. И ты успокоишься. Эйвен, перестань всех пугать. А я тоже слышу этот странный голос. Кто это может быть? Мы уже закончили? Или продолжаем? Продолжаем, продолжаем. Да, давайте продолжать. Я говорю вам монстр. Эйвен, перестань, пожалуйста, всех пугать. Не живет у нас дома никакой монстр. Смотри лучше, как я из этой лягушки ловко вытащила этот шарик. А лягушка получается как бы чехол от этого шарика. Ребят, мы уже разрезали один антистресс. И поняли, что внутри просто жидкость с блестками. А здесь, как вы видите, просто красная жидкость с тремя червячками. Конечно же, не настоящими. И даже не мармеладными. Поэтому предлагаю эту милую жабу не уничтожать. Я надеюсь, мы удовлетворили все-таки ваш интерес. Кто украл жабе чехол? Тетя Софи. Так, дайте его мне. На, держи. Ну что, не будем уничтожать шарик? Ладно, не будем. Да, давай обратно этот желудок с червями запихивай в жабу. Юми, какая ты милая. Надеюсь, у меня получится его запихать обратно. Да, вроде получилось, все в порядке. Но только это человеческий антистресс. И вам, собакам, нельзя играть этой лягушкой. Жаль, конечно, было бы прикольно потаскать ее с задания. Но грызть ее я вам не дам. Так, я пошла за красками. Никто никуда не уходит. А я все-таки пойду проверю монстра. Эйвен, сказали же, никто никуда не уходит. Ох, Эйвен. Вы слышите эти звуки? Там точно кто-то есть. И он шевелится. Этот монстр совсем не маленький. Эй, монстр. Я Эйвен. Я собака. Монстр. А где Эйвен опять? Эйвен опять монстра ищет. Понятно. Я надеюсь, вы понимаете, что у нас дома нет никакого чудовища. Да, только мы все-таки слышим какие-то звуки. Похоже на кого-то. Например, на кота. Аня, хватит нам пудрить мозги. Мы что, дураки, не могли пойти на главный канал и посмотреть видео? Эээ, не понимаю, о чем вы. Мы видели видео на главном канале. Какое видео? Аня, ну хватит. Хватит нас разыгрывать. Мы знаем, что у нас дома кот. Кот? Кот? Котенок. 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 Ну да, Аня, ну скажи. Эх, но вам пока нельзя видеться с котенком. Почему? Почему? Почему это? Он раньше был бездомным и может вас чем-нибудь заразить. Короче, если тебе интересно, посмотри видео на главном канале. Я видела это видео. Аня рассказала, как спасла его ночью из канализации. Да, Ань? Софи, кому интересно, тот сходит и посмотрит. Вот это да. Почти как меня. Ничего себе. Давайте лучше закончим вашу надпись. Давай, попрощаемся и закончим. Ну, ну ладно. Короче, подписывайся на MagicPath. И на MagicFamily. И можно еще на Animagic. Везде подписывайся. И можно еще на Инстаграм. Нужно срочно прокрасться тихонько к девчонкам. И все им рассказать. Аня завела какого-то монстра. Боюсь, он испортит нам всю жизнь. Он сидит за той дверью. Угу.